МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашу область представить 8 человек. Олег Синтеров сошел за ходом выборов. Сгодно с 9-м законодавством, выборы членов Совета Республики ожитивляются на огольном сходе депутатов Мясовых Советов Базового Узровня. На оголчине это 790 человек, 419 за яких приняли удел у посадженни. Выборы членов Совета Республики – заключный этап формирования национального схода Республики Беларусь. 11-го вересня были выбраны депутаты Палаты представников. Теперь необходимо назвать прозвищи тех, кто будет представлять гомельскую область в Верхней Палате. По намоске членов Совета Республики попередних откликаний завершаются 18-го остричника. Выборы президиума, секретариата, мандатной комиссии, сход проходят в ответственности с потребованиями выборчика кодекса. Прозвищи 8 кандидатов у членов Совета Республики, названные на посадженниях президиумов, советов депутатов и выконавших комитетов. 23-го жнивня Центр выборкам зарабеют заключение по законности выручения. Не глядяче на то, что кандидаты прозвучат у розных сферах, кожный язык доброведует ситуацию и у инших или нах. Плюс великий житёвый опыт. Усёх это дозволяет свержать, что в Гомельскую область у Верхней Палате Беларусского парламента будут представлять компетентные и инициативные люди. Сегодня ещё много делается для того, чтобы мы вышли в международные проекты. И в последние годы нам удалось это сделать. Мы закрепились на рынках Российской Федерации, Украины, стран Латинской Америки. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день наше предприятие может достойно представлять интересы нашего государства за пределами нашей республики. Сгодно с рекламентом выборы членов Совета Республики отбываются тайным голосованием. Уся процедура займает около 40 хвилин. Есть час, как я ещё раз сосредоточиться с кандидатами в Совет Республики и задать им некакие пытания. В прошлые годы в Беларуси укладены значные бюджетные сродки в развитие Галин, но чекаемая отдача, пока досягнута не усюда. В приватности это отречется аграрного сектора. Директор субзвезда Чеческого района Галина Трибунах-Переканана сегодня больше уваги необходимо надавать работе на местовом узровне. Самая главная задача теперь стоит перед нами. Всё то, что вложено в сельское хозяйство, чтобы мы это не растирали, чтобы мы это всё приняли и с этим всем работали дальше. Всё зависит от нашего труда. У вынеку тайного голосования членами Совета Республики Национального схода Республики Беларусь от Гомельской в области выбранным начальник Гомельского отделения беларусской чегунки Рыгор Дворок, генеральный директор предприемства Гомель Абалдарбут Игорь Кравченко, генеральный директор объединения Беларусь-Нафта Александр Ляхов, главный редактор Жвобинской районной газеты «Новый день» Галина Мельникова, директор сельско-господарчика предприемства «Звезда» Галина Трибунах, главный врач Гомельской городской клиничной больницы номер один Олег Ядрынцев, первый сократарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков, директор Мазырской середней школы номер 16 Оксана Ковалькова. Есть ли основные задачи, их как бы много, которые необходимо решать уже сегодня. Даже Александр Григорьевич Лукашенко говорил на пятом всебелорусском народном собрании, что только за один год, 2017 год, принято около 160 новых законодательных актов, которые помогут стране развиваться лучше. Они касаются конкурентноспособной продукции и развитию образования как на международном уровне, так и включать профильное обучение 10-11 классы, инклюзивное образование. Поэтому вопросов еще очень много, которые нужно просто продолжать развивать и решать. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля прошел пятый белорусско-финляндский экономичный форум. Его удельниками стали представители ки шерогу финских компаний, керавництвом Министерства замежных справ двух краин, органов мясовой влады. Подробностей в наступном сюжете. Финская делегация «Сюлита» – самая представительшая за всю историю проведения подобных сустретч. Текавость до установления партнерства выказали коля 40 компаний. Мы привезли из Финляндии самую большую бизнес-делегацию за время наших двусторонних отношений. Это порядка 40 компаний, крупных, значительных. Ну и, конечно, представители мелкого и среднего бизнеса. И делегация насчитывает более 50 человек. Главное – это представители компаний, которые намерены найти здесь, в Гомельском регионе, партнеров. Интересы финского боку до белорусской экономики связаны с супрацовництвом у энергетици. Тут у финнов есть колоссальный опыт. Цекавость выказывают так само адыдрова працовки и сельской господарки. И тут уже нам есть чем поделиться. Среди перспективных направлений партнерства называют перепрацовку коммунальных и промысловых адыходов, сельская господаршая машинобудование, айти-технологии. Здесь в Гомеле конкретно у нас есть интерес к сотрудничеству в рамках свободной экономической зоны, с которой у нас уже налажены отношения. И мы надеемся, что нам удастся их развивать. Гандлёвое экономичное супрацовництва помеч Белоруссию и Финляндии носит взаимовыгодный характер. По выниках минулого года товарооборот склав свыше 100 миллионов долларов США. Пятая частка у агульном обороте приходится на Гомельскую область. Свою продукцию Финляндию поставляют у Тымлику Белорусский металлургичный завод, Централит и шерах приватных компаний региона. По прогнозах экспертов, Пятый Белорусско-финляндский экономичный форум повинен поширить иснуючие совязи. Настасия Кучинская, Марина Северьянова, Игорь Марышченко, Телерадо, компания Гомель. У Гомеля заявятся новые микрорайоны, некоторые из иснуючих протягнуть ушельнять. В Управлении капитального будовництва свяжут, что побудуют столько жилья, сколько потребно людям. При этом для тех, кто стоит на улику для поляпшения жильевых умов, продугледжена минимальная надбавка до себе кошту квартиры. Новый микрорайон заявится побольше с улицы Феодюнинского. Там побудуются маль два десятки шмат поверховок. В этом году проведутся инженерные освоения пляцовки, в наступном заведутся первые домы. Что дозроблено, то все лета у Гомеля плануясь побудовать свяжет 200 тысяч квадратных метров жилья. Напереде аж 3,5 месяца, але усе работы поспели выконать практически в стопроцентном объеме. Зараз протягивается будовництво чергового дома по улице Барыкина. В Управлении капитального будовництва аж можно подать заяву на уключение в состав его дольщиков. Свободной застаётся третя частокватер. В будущем на этой улице изъявится яше коля 20 домов. Свободные места ограничены. Мы заканчиваем микрояны 59-й, заканчиваем наш традиционный 46-й микрорайон, 104-й будем заканчивать микрорайон. И дальше смотрим на уплотнение. Это сегодня улица Барыкина. Не только правая сторона рассматривается снос сегодня как ДСК-заказчик. Он смотрит в левую сторону снос тоже от частного сектора. На Гомельшине подшался месячник по проверке беспеки в приватных домовладаниях. Головная увага свертается на дейючая печи и электропроводку, якея могуць выкликаць пожары. Наши корреспонденты праняли уделу одним из рейдаў. Вёска Головинцы Гомельшского района. Сюня тут зарегестравана, каля 350 дома уладанню. Ямаль у 70% з'их дейючые печи. Гэта молодць отдае перабагу газовому обсталяванню. Людзі больш сталага узросту, от печиу адмавляцца не спешаюцца. Перабажная увёсках паранейшаму редкостю не з'являюцца. Каліп неумешальніства наглядальной комісії, гэты дом мог бы згарэць яшы некалькі месяців тому. Госпадыня Таціяна Якименка не утойвая, пэлны час жила у іншым доме, а таму гэты пабудовай практична не займалася. Як вынік, пришлося прикласти значны намаганні, каб привести ўсё у парадок и дах адрамантоваць и электропроводку змяніць, ўсё делали, а здесь ніхто не смотрел за домом. Пришлось очень тяжело. Основная нагрузка по проведзенні месячніка біазпеки на наглядальніх комісіях, ў складі яких простывнікі ўсіх контролюючих структур. От супрацовніків міліції і МНС до газовой службы і энергетиків. Особливая увага домуладанням, ў якіх проживаюць неполналетні, необходно гарантаваць їх біазпеку. У агульной колькості пажару у згоранні от неправильной эксплуатации пічу складаюць каля 5%. Але і гэту ілліжбу можна зміншить. Калі розмовы іде обжиттях людей, дробі зёв быць не повинна. Обична тада праисходят не з-за неисправності пічі, а з-за неправності эксплуатации. Хоча, всім напоминаєм об этом, дзе-то вони не посмотрат дымоход, не почистят, хоча, якщо нормальними дровами говорят топить, то його і чісти все время не надо. Дзе-то не посмотрат, не поштукатурят, не побелят, хатя, біліць це тож для красоты надо, з другой сторони побелки это нужна, необхідімо, для того, щоб чіляк вовремя увидел трещину в дымоході по дыму выделяючимся і предпринял меры, соответственно. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макіенка, Телерадио, компанія Гомель. Дарайші проработу Наглядальних комісій і меры попередження гіблі людей на пожарах сьогодні пойдя розмова у програмі Діялог. Гостем студії стане перший намеснік начальника обласного управління МНС Сергій Мялєшкін. Глядіться Діялогу про мум-эфірі на телеканалі Беларусь-3 сьогодні у 19.1.20 хвілін. Номар телефона у студії 77-68-45. У поправших установах реалізується проект под назвай «Адукація открывають двери». В його рамках на базі колонії номер 20 у Мазирі пройшов методичний збор супрацовніків психологічній служби. Тема семінара «Профілактика суїцидальних і деструктивних поводзінов особ, які утримлюваються в установах пінетенціярній системи і лячебно-працовніх профілакторах». Об чим ішла розмова довідалися корреспонденти телеканала «Мазир». Турма, місце відбування покарання, одночасове місце управління. Псіхологічна служба у режимних установах рентавана у першу чергу на тоя, каб да помагчы чалавеку адаптавацца до місцовых ралій і до наступного життя на волі, каб більш сюди не трапляць. На семінары, які проходзі на базі колонії номер 20, спеціалісты-псіхологі розглядають профілактику суїцидів, агресій і конфліктів. Даречі, паспяховував опит роботи, у гэтам на керунку тут єсть. На базі арештного гадома была открыта психологічна лабораторія. Осуджені у незмушеній обстановці максимально набліженій до домашній, з допомоги спеціалістів працює над внутріним ям. Інші немаловажні аспект у поправчим процесі. Каб пазбігнуць рецідіву, чалавеку треба допомагчы замацавацься у вольним житті. По статистиці, 85% осудженых у Мазірській колонії не мають навод аттестату. З недавніх часів присадіннічені доброчинних тримати запотрабовану спеціальність. Без служби спеціалістів в останній часу вона прийшла новий виток розвиття. Ми изучаємо активний опит європейських колег, Російська Федерація. Скажем так, ми стали роботи не то, що по-другому, стали роботися науше. Тобто в рамках гуманізації системи исполняння наказання в цілому. Ми приміняємо более такі методики, які направлені на те, щоб осудженний, выходя за пределы спеціалістів, знайшов себе в житті, став полнаценним членом обществу. Психологічне, розвитєнне, учені і працю, по задумцямі навіта гэтае складаюче, повинні садзійнічать в управлінню чоловіка, який пераступив закон. Вікторія Сініцька, Святлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал Мазыр, спеціальна для телерадио компанії «Гомель». Фотопроєкт під назвою «Кніжні люди» представила у вазі своїх читачів «Гомельська обласная универсальна бібліотека ім. Ленина». Аткрытие експозиції прасвечене професійному святу «Дню бібліотек». Унікальну фотогалерію літературных гіроїв і гістарышніх діячу наведала Ганна Каральчук. Астап Бендер, міс Марпл, Яуген Анігін. Сішлі со сторонок книг і ажжілі у стінах бібліотекі. Більш за 17 год народний аматорський театр гіракі дає махчимість супрацівникам установи поспробувати себе у розних ролях. А у гетераз в образі відомих книжних гіроїв вирішили заховати у фотостимках. У фото проєкта я би сказала две задачі. Первая задача показати одухотвореність чоловіка читаючого, тому що на кожному портреті ми видим героя з книгой. Сам по себе чоловік читаючий це такий образ вже дуже звісний в літературі, в искусстві. А ми хотіли ще цим проєктом показати необычну сторону бібліотечній професії нашій, показати бібліотекаря творчіського. Прокладу мудром і ліцьной, з друзями і ліць, я всіх відправіць з собою забув струну чудес. Адгукнулися на гетю ідею і по майстерску в особі лі літературно-мастацькі проєкт фотографы Светланы Лазаренка і Андрій Моісейко. Фотостимки проводзіляся у основному у рекреаціях бібліотеки з допомогою арт-студою «Картина Мары» 35 робот були перенесіны на полотно. Самим приятним, наверное, були слези сотрудниці Натальї Юзенкової. Она с 1977 г. г. работает в бібліотекі. Когда она увидела свою фотографію, она заплакала і сказала, що она даже не знала, що она така красива. Це було саме приятне в цьому проєкте. Все роботи на самом деле очень хороші. Тут нету такого, щоб выделялось що-то конкретне. Вони все ідут як одно целе. Создавая при этом общі впечатлення, естественно, положительні, емоціональні. В принципі ми работаємо в цій сфері, в сфері емоцій, поэтому здесь, конечно, все замечательно. Вистава буде перасовна. Частка робот уже экспонувалась на дні белорусського письменства у Рогачові. А четвертого кострічника фотопроект «Кніжні люди» буде презентовано у Национальній бібліотеці Республіки Беларусь у Мінску. Ганна Коральчук, Сергій Лукашук, телерадова компания «Гомель». Теплое сухое надворе заховається на гэтым тыдні у регіоні. По інформацію обласного гідрометэцентра, опадку до пятніці не прогнозується. 16 вересня місцями махчымы краткочасовыя дажі. На протягу ближайших дзен максимальна температура поветра складе плюс 8-11 градусов в ночі і плюс 20-22 у день. По попередніх прогнозах, вересню Беларусь чакаються на 3-5 градусов теплейші за кліматичну норму. На гэтым випад завершен. У студі для вас працаваў Явген Пабалавец. До сустрэшого ефіра. Субтитрувальниця Оля Шор